так ребят всем большой привет сегодня будет одна из не самых приятных тем на моем канале это пирсинг все вы знаете вы наверное смотрели мои видео что у меня много проблем с пирсингом было с пирсингом языка с пирсингом пупка с пирсингом носа я вообще не знаю что происходит мастера которого я выбирала он достаточно хороший и у него хорошие отзывы и по работам можно судить что у него все просто прекрасно дезинфекция я просто сама нахожусь в кабинете и вижу что он меняет простыни он все дезинфицирует у него все стерильно это зависит не от мастера скорее всего а от моего физического какого-то состояния от моего тела расскажу вам маленькую краткую предысторию рассказ о моем пирсинге если вы не смотрели мои предыдущие видео первый пирсинг был пирсинг кубка очень полезный конечно у меня по вылезала мясо с пирсинга я не знаю как это называется какие-то шишечки вздутия в итоге мне пришлось снять пирсинг и следующий раз у этого мастера алексея я сделала пирсинг кубка уже с серебряной сережкой наверное дело в металле хотя нет уход у меня был всегда идеальный я всегда прям тщательно если он будет три раза в день обрабатывать я обрабатываю три раза в день и от ухода это не зависит так наверное все таки дело в металле нужно будет проверить на ухе следующий прокол был прокол языка я надела слишком маленькую сережку и этот прокол раздвоился провалился туда шарик это же вылезло мясо сейчас там если посмотреть сейчас на состояние языка то более менее нормально но немножко такое знаете раздвоение языка будто бы не очень заметно но все таки не знаю когда достаешь язык просто вот так ничего не когда просто откроешь рот видно что такое небольшого углубления но это все фигня это все находится невидимое это вижу только я и знаю об этом только я в этом нет ничего страшного страшного следующий прокол кстати всегда я выбирала хороший металл титан называется он один из более таких нормальных металлов который подходит для заживления следующий прокол носа как вы думаете у меня тоже вылезло мясо пришлось снять сережку и это мясо просто так я тоже дезинфицировал отвалилась и все теперь сейчас прокол я очень надеялась что именно этот прокол будет хороший индаст помните я снимала видео на тему что вот я проколола себе куш и так далее месяц все было нормально я дезинфицировала он сказал мне три раза первые две недели дезинфицировать в день потом дезинфицировать два раза в день я делала все равно три раза я хотела чтобы это все зажило у меня в итоге это какой-то просто я не знаю мясо вылезала со всех сторон вы понимаете сверху вот с внутренней стороны с этой стороны и с обратной стороны в четыре куска мяса просто я не знаю вроде что мне делать сейчас я написала своему мастеру сейчас я вам покажу даже переписку написала я ему примерно недели три назад Алексей я написала у меня с проколом какая-то фигня творится повылазило мясо со всех сторон что делать обрабатываю два-три раза в день он пишет приветствую как понимаю повладили небольшие кругу кругу и возвышенности пупырки правильно ли я понял написала правильно если так то это килоиды в этом нет чего страшного но времени потребуется достаточно много по и они появляются в 90 процентов случаев из-за травы и зацепок протучивания повреждений или неправильном уходе хотя уход у меня был вообще нормальный можно избавиться кстати я когда начала обрабатывать мазями я заметила что сверху эта пупырка стала меньше но все равно она выпирает нужно будет приобрести масти троциклин или левомихоль мазать по два раза в день немного втирая чтобы мазь всасывалась мазать после обработки на протяжении трех-четырех недель и смотреть если после этого стали уменьшаться и по или полностью рассосались еще по еще одну неделю по одному разу если нет то нужно продолжать мазать по два раза в день наверное так когда это было 9 июля сейчас у нас 26 июля это примерно 19 в общем почти три недели я уже мажу и особо большого результата я не увидела вот здесь с внутренней стороны шишечка вроде как-то сосалочки ближе чтобы вы понимали что это такое я не знаю будет ли вам видно видите шишечка вот здесь вот сверху она потом вот тут вот внутри с этой стороны и с обратной стороны это же сейчас у меня мазь у меня просто мазь я не знаю я стою утром обрабатываю ухо и мазь у меня полностью потом вечером перед сном и принципе весь день я хожу с этой мазью то есть я не убираю как я ее втер в эту мазь и все я не знаю может быть дело в украшений но он на самом деле мне так нравится этот прокол что я хочу чтобы он уже зажил я безумно долго мечтала об этом проколе об индастриале индастриале короче о таком проколе и барбер ты спишь и я не хочу его снимать он мне безумно нравится я уже боюсь что-то делать другое со своим телом прокалывать где-то еще но пупочек у меня знаете так очень классно себя чувствует пупок у меня уже наверное года три там тоже было ужасное мясо вот мой вам совет если вы замечаете какие-то какие-то возможно тоже пупырки какие-то килоиды на своем теле то присмотритесь первое это возможно из-за неправильного ухода обрабатывать нужно или мирамистином или хоргексидином по два-три раза в день никогда не обрабатывайте перекись водорода это что за мастера которые говорят обрабатывать перекись водорода она наоборот возбуждает ткани и процесс заживления будет намного дольше мне как-то комментарии кто-то писал что типа а мне мой мастер сказал обрабатывать перекись водорода это каким глупым мастером нужно быть чтобы это советовать так первое это обработка второе это возможный металл как у меня например когда мне мастер прокол второй раз серебро то у меня было все замечательно и сейчас я думаю может быть купить серебро поменять сережку на серебряную и все и будет нормас только на самом деле не знаю где продаются серебряные сережки надо будет поискать и длина чтобы длинная потому что из-за длины штанги тоже многое от чего зависит не покупайте сильно маленькую штангу это в принципе мои два совета вам прежде чем что-то проколоть не важно что это будет нос язык пупок или там соски подумайте миллион раз и возможно если у вас есть какая-то аллергия на металл вы уже замечали да например с сережками вот мне например не подходят простые сережки у меня уши начинают набухать сильно мне или золото или серебро если у вас тоже есть такие какие-то нюансы то уберите сразу серебро не жалеете деньги если вы очень любите пол не нужно жалеть денег лучше сделайте правильно не идите по моим стопам потому что это ужасно просто и все на этом видео может заканчивается надеюсь что я такая одна во всем мире все в общем спасибо что сегодня были со мной смотрели мои видео не забывайте подписываться на мой канал и на мой инстаграм а с вами была саша до новых встреч пока пока бар не помаши пока пока а